Мичурин парк. Новый жилой комплекс на территории города. Ухоженные газоны, красивые деревья и множество зон отдыха. Но жители дома уже вовсю бьют тревогу. Ведь ухаживать за этой красотой, увы, некому. Об этой проблеме мы узнали на дискуссионном клубе «Точка зрения», где обсуждали озеленение города. Застройщик нового жилого комплекса Мичурин парк постарался сделать двор максимально комфортным. Разнообразные детские площадки, зоны отдыха, мангалы, беседки и, конечно же, зеленый двор-парк площадью в целый гектар. Нравится. Себя чувствуем здесь очень хорошо, свежо. Здесь смотрят, все ухаживают. Хорошо, мне нравится. Очень приятно, когда выходишь, все чисто, ухоженно, много мусора, клавочки. То есть это замечательно. Вместе с тем, к концу лета жильцы замечают, что медленно, но верно зеленые газоны желтеют и зарастают сорняками, а красивые саженцы засыхают. Деревья засадили, но за ними, в принципе, тоже нужен уход. Оно будет в следующем году видно, насколько деревья вообще приживутся и насколько их поливали. В чате дома люди делятся фото газонов до и после, жалуясь на недостаточный уход управляющей компании. Мы поговорили с директором УК. По его мнению, следить за газоном с должным вниманием мешает отсутствие денег. Дом новый и пока полупустой, что не может не отразиться на сборе коммунальных платежей. Заселяемость маленькая. Очень мало квартир, которые живут или вообще ремонты делают. Ну и с оплатой у нас на сегодняшний день мы уже второй месяц. За первый месяц у нас оплатили чуть больше, ну вот если в общее число брать всего Мичурин парка, чуть больше 35% оплат за коммунальные услуги. По идее газоны, за газоны сейчас должен отвечать Адалин, он должен в порядок их привести и в необходимом состоянии мы их возьмем и начнем обслуживать. В строительной компании же уверены, что в таком поведении УК кроется умысел. В ближайшие пять лет, пока для застройщика действуют гарантийные обязательства, коммунальщики могут передавать им устранение некоторых проблем, например, озеленение. Более того, как нам рассказал застройщик, сейчас УК отказывается взять все зеленые придомовые зоны жилого комплекса. С мая этого года мы обращаем внимание, что управительская компания жилищно-коммунальная инициатива не исполняет своих прямых обязанностей по содержанию озеленения ЖК Мичурин парк. А ссылается на то, что отсутствуют акты прямой передачи озеленения между Адалином и ЖКИ. Данные акты не предусмотрены действующим законодательством. Управительская компания должна, безусловно, выполнять работы по поддержанию озеленения в надлежащем состоянии. Нами была отправлена жалоба в жилищную инспекцию Алтайского края об неисполнении управительской компании ЖКИ своих прямых обязанностей. Кстати, среди опрошенных нами жильцов Мичурин парка были и те, кто готов отдавать за содержание дома больше, лишь бы не потерять такую красоту. Деньги не такие большие, людей много. Я, в принципе, да, готов. Надеюсь, там найдется компромисс, и потом за территорию будет уход. Но и то, думаю, не без последствий, что что-то придется переделывать. Вот только когда найдется компромисс? И не высохнет ли зелень к тому времени, пока ответственные за это люди начнут выполнять свою работу? Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком.